Если у вас есть принтер, но допустим малый чернил, мы можем написать название фильма, ну точно такая же система, как мы подписывали баллончики. Название фильма, режиссер, год, хронометраж. Распечатали, обрезали. Хотим, вставляем её, ну вот как это здесь показано. Хотим, вставляем в такую коробочку, подклеиваем. Хотим, тут как раз размер 12х12, вставляем к Slimbox, кому как нравится. Пожалуйста, не броско, минималистично, со вкусом. По-моему, очень даже неплохо. Есть ещё более сложные способы, но для этого я должен вам кое-что показать. Можно более тщательно подойти к дизайну обложки, смоделировав её в разных программах. Можно это сделать просто в обычном борде, я сейчас вам покажу. Вот допустим мы решили сделать заготовочку. Записал сборником P3, делаю обложку. Учитывая размеры, конечно же, в Word, что удобно, есть сетка разметок. Вот, и мы уже ориентируемся по ней. То есть на одном листе можно сделать две обложки. Вот я сделал обложку в воду бар, вот пожалуй, сантиметр, 12 сантиметров. Ориентируемся на эти параметры. Вот, тут всё хорошо видно. Сделал текст, выделил необходимые вещи, нашёл необходимую полиграфию, кусочки, как пример, вставил их. Пусть они в действительном виде, но при распечатке они будут черно-белые, и всё будет смотреться достаточно цельно и красиво. Заодно, чтобы место не пропадало, сделал обложку ещё одного сборника. Вот, или допустим, вот такая вот обложечка. Сделал я сборник авишек на DVD-баланку, записал несколько фильмов. Делаю вот таким образом, нахожу основные афиши и внимательно записываю название фильмов с комментажом и всем прочим, что у нас получается в итоге. И вновь нам на помощь приходит обычная советская табуреточка, доска, не ударится бы, линейка, нож, скотч не понадобится. И в итоге что у нас получается? Получается вот такая прелесть. Помните наши сборники музыки, да? Всё красиво, аккуратно. Вот они, просто текстовые, ну и то, всё очень лаконично. Всё чётко рассчитано, аккуратненько обрезаем, размечаем 12-12 см. Ну там немножко побольше, 12-1, 12-2 бывает, чтобы не болтался обложек. Там уже каждый для себя. Вот, пожалуйста, вам обложьте фильмов. Вот тот сборник, который я вам показывал, да, разметочку. Обыкновенный фашизм, там, андалусский пёс и всё прочее. Досторонние. Даже не поленился, вот сделал боковушечку, здесь написано, может быть, на записи не будет видно. Вот я сделал ещё, ну просто я вам не показывал разметки из экономии времени. Вот, ну вот, такие вещи вот получаются. Всё, по-моему, очень чётко, внятно, подробно и интересно. Вот, можно ещё усложнить наши способы. Их может быть, на самом деле, гораздо больше. Вот, но они более затратные, интересные. Вот, допустим, я оформил футураму. Цветной дизайн. То есть подбираются картинки, делается какой-то коллаж. Но это немного затратнее. То есть вы либо за деньги идёте распечатывайте это на более плотной бумаге, либо, если есть возможность, распечатывайте дома. Вот, можно даже делать, вот чем удобны эти боксы, такие стандартные, толстые, то, что можно в боковушечку вырезать где-то 6 мм высоту, 5-6 мм. Вот, боковушку распечатывается на обычный принтер и можно сделать, то есть вот у меня, видно, да, футураму 1, футураму 2. То есть сделать просто подклешёвочки боковые. Ну, это основные, самые простые, доступные, самые удобные и по результату самые красивые, изящные способы оформления болванок. Вот, так что я думаю, что этот мастер-класс оказался наиболее насыщенным и больше вам поможет в том, чтобы разобраться в том хламе, который вы записываете каждый день десятками, вот, и помочь вам в нём ориентироваться. На этом сегодня всё, поэтому я забираю свою советскую тубуреточку, доску и убегаю. Несмотря на то, что сегодня у меня был очень непредсказуемый и тяжёлый день, я всё-таки отснял серию, мы сегодня выяснили то, как можно грамотно, без особых затрат, легко оформить свои DVD-балванки. Честно говоря, я чувствую, это было знаком. И, пожалуй, что сегодняшний выпуск будет предпоследним, был предпоследним. В следующей серии расскажу вам о том, как грамотно распорядиться своим добром дома, как разложить диски по зонам, по фэн-шую, вот, так, чтобы было удобно их искать, ну и так далее, и так прочее, всё вы узнаете в следующей серии. Вот, а сегодня мастер-классы, я считаю, закончены, у меня ещё много дел, нужно написать, пойти отдать заявление, ну и так далее, и вы сами всё видели. Вот, поэтому, ещё нет. Сегодня тяжело, но с толком. Сука! Субтитры сделал DimaTorzok